Здравствуйте, в прямом эфире студия репортера, я ее ведущий Константин Гречаны. Вчера вечером было совершено дерзкое нападение на заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. Влиятельный политик, бизнесмен, лидер областной организации партии «Батькивщина» получил три пулевых ранения в ногу, в руку и в спину, всего было четыре выстрела. По предварительной информации политика возле ресторана несколько часов ждала машина с группой нападавших, после появления его расстреляли в спину. Одним из первых в больницу к Олегу Радковскому приехал председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, собственно вот с Анатолием Игоревичем мы об этом и поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, вот сегодня мы с вами встретились по печальному поводу, обычно говорим о хозяйственных вопросах, политических, но вот такое вот вчера случилось у нас. Скажите, как себя чувствует Олег Владимирович, да, и как он вообще в каком состоянии пребывает? Ну, во-первых, я хочу сказать, что слава Богу, к жизни Олега Владимировича ничего не угрожает. Я, как вы правильно заметили, один из первых приехал в медицинское учреждение, куда он был доставлен достаточно оперативно. И был приятно удивлен, если так можно выразиться, как себя держал Олег Владимирович, а Олег Владимирович себя держал, как подобает настоящему мужчине. Даже пытался отшучиваться и так далее. Ни одни жизнеобеспечивающие органы не были задеты, слава Богу, ни одни кости не подстрадали, только мягкие ткани. Операция прошла в тот же день, в ту же ночь, успешно. И мне хотелось бы пожелать сейчас, пользуясь случаем, быстрейшего выздоровления для Олега Владимировича. И, как говорится, как можно быстрее, чтобы он вернулся в строй, в наш общий монолит, называемый Одесским областным советом. — Безусловно, я присоединяюсь, я думаю, вся редакция репортера присоединяется к этим пожеланиям. Тем не менее, вы, наверное, находитесь в контакте, как минимум, с его окружением. Были изъяты, я знаю, две пули, еще одна операция предстоит сегодня. Рука, нога функционируют нормально после операции. Что говорят врачи вообще по состоянию здоровья? — Ну, еще раз повторюсь, ничего не вообще угрожает его жизни, и мы надеемся на его быстрейшее выздоровление. Я разговаривал с его помощниками, потому что не хотел его отлично беспокоить, ну, сами понимаете. Он продолжает держаться молодцом, и я думаю, что мы в ближайшее время, и вы, и я, сможем уже с ним пообщаться не по телефону, а, как говорится, вживую. — Даже не буду спрашивать вот такой вопрос, держите ли вы на контроле расследования этого резонансного преступления. Какие сейчас версии рассматривает полиция, да, и какие вот, собственно, приоритетные из этих версий? — Ну, хочу сразу сказать, что политическая версия не является вообще основной. Она рассматривается, но ничтожно малы шансы, чтобы это было связано с политической деятельностью и самого Олега Владимировича, и партии «Баткевщина». Я видел пресс-релиз партии «Баткевщина», где говорилось о том, что это как-то бы связано с выборами, которые будут в ближайшее время в объединенных громадах. Хочу вам сказать, что это не первые выборы в Одесской области, где участвуют, во-первых, «Баткевщины» в объединенных громадах, и очень трудно здесь найти какую-то связь с этим. — Ну, тем не менее, вот ранее еще при предыдущей власти принимались, скажем так, определенные атаки на бизнес Олега Владимировича, да? Согласитесь, так что это не первый раз, когда он подвергается давлению. Другое дело, что первый раз, когда вот такое непосредственное физическому насилию он подвергается, да? — Вы знаете, что касается бизнеса Олега Владимировича, я не осведомлен, чтобы давать какие-либо комментарии. Могу сказать одно, что мы живем в правовом государстве, в современном государстве, и такие формы разборок, если угодно, ну, это неприемлемо. Я считаю, что в нормальном здоровом государстве нужно садиться за стол переговоров и решать этот вопрос за столом переговоров. А если и это не может дать результатов, то тогда идти в суд и решать это в правовом поле, согласно законам Украины. — Вот то, что, скажем так, мое личное впечатление, то, что я видел по работе Одесского областного совета, несмотря на серьезный очень конфликт на центральном уровне, да, Батькивщины и БПП, в Одесском областном совете вот обе фракции работают достаточно таки вот в унисон. Вот этот момент неприятный очень, нападение на Олега Радковского может ли повлиять на ваши взаимоотношения с Батькивщиной? — Во-первых, вот видите, вы сами даже подметили на то, о том, что здесь вряд ли прослеживается какой-то политический след. Как бы не хотели бы некоторые политики разыграть эту карту. Это ни к чему. Нет, это не повлияет на наши отношения с Олегом Владимировичем, мы оба одесситы, мы давно друг друга знаем, во-первых. А во-вторых, Батькивщина является членом коалиции, демократической коалиции и достаточно, скажем, надежным партнером в этой коалиции. Я думаю, что мы и дальше будем сотрудничать и идти в рабочем ключе, и это никак не скажется на каких-то наших дальнейших совместных решениях. — В областном совете вы имеете в виду? — Я имею в виду, я глава областного совета, поэтому я могу говорить за областной совет Одесской области. — А вообще вот на работу областного совета потеря одного из ее руководителей, его руководителей как-то повлияет? — Скажу вам честно, что на самом деле, конечно же, повлияет Олег Владимирович, курирует достаточно большой спектр вопросов и делает это очень успешно. Конечно, выход из строя, вот так вот выбить для областного совета – это значимая утрата, но, слава богу, кратковременная. И я думаю, что в ближайшее время, когда Олег Владимирович обратно вернется в строй, зная его работоспособность и умение решать нестандартно вопросы, я думаю, что мы очень быстро вернемся в нормальный рабочий режим и наверстаем в Пущино. Тем более, что есть еще один у меня заместитель, с которым мы сейчас разделим те полномочия, те вопросы, вернее, которыми занимался Олег Владимирович и которые непосредственно курируют. — А есть вот хотя бы очень предварительные сроки возвращения Олега Владимировича в строй? — Насколько мне известно, как минимум еще неделю Олег Владимирович будет находиться под наблюдением врачей, и это правильно. Дальше, как организм Олега Владимировича будет восстанавливаться, я еще раз хочу пожелать, чтобы это ему, чтобы это свершилось как можно быстрее. И как можно быстрее мы его увидели и на работе, и вообще в нормальной жизни. — По вашему мнению, это было покушение или запугивание? — Вы знаете, я не эксперт в данном вопросе, я не могу давать какие-то экспертные оценки того, что произошло. Давайте дождемся хода расследования, и после этого уже сможем с вами не просто строить домыслы, а четко понимать, как это случилось и кто за этим стоит. — Я по понятным причинам не спрашиваю, где сейчас находится, в какой больнице Олег Владимирович, в достаточной ли степени он обеспечен охраной, что это за охрана? — Я хочу поблагодарить, во-первых, руководство МВД области за оперативную работу, в том числе и вчера. — Сразу после вызова, насколько я информирован, за считанные минуты приехали на место происшествия следователи, и все, что с этим необходимо, все эксперты, которые необходимы, работали кинологи. — И в данный момент Олег Владимирович находится под охраной полиции, и я думаю, что его жизни ничто не будет угрожать и не угрожает. — Вы на пресс-конференции заявили, что будут усилены меры безопасности, инициатива областного совета. Поддержал ли ее губернатор, и в чем эти меры будут? Увеличено количество охраны, полиции? — Я еще не разговаривал с Максимом Владимировичем именно в этом вопросе, но я думаю, что Максим Владимирович поддержит эту инициативу областного совета. — Нет, это не будут увеличены какие-то там охраны, количество нацгвардии, вы знаете, нас охраняет национальная гвардия. Это будет просто ужесточенный контрольно-пропускной пункт, ну, пара проход в областной совет, и добавлена вероятность его видеонаблюдения. — У меня к вам личный вопрос, да, в связи с тем, что нападение все-таки было не на территории облгосадминистрации, да, в центре города, Греческая. Вы имеете личную охрану? Тот же вопрос, в принципе, по Юрию Демчугу вы наверняка знаете. — Да, я могу сказать и за Юрия Дмитриевича, и за себя. Я не имею личную охрану и никогда не имел, как и Юрий Дмитриевич. Я считаю, что это абсолютно ненужная вещь, как личная охрана для такого уровня политиков. Я считаю, что личную охрану в нашей стране должен иметь три человека. Это президент нашей страны, премьер, министр нашей страны и спикер парламента Верховной Рады. Все остальное — это уже личные пожелания того или иного чиновника. На мой взгляд, она не дает существенных результатов, кроме открывания двери в собственный автомобиль. — Это если говорить об имиджевой охране, который, да, там какой-то бытовой уровень угрозы. Есть же, я знаю, отдельные депутаты, которые достаточно серьезно подходят к вопросу личной безопасности. — Вы понимаете, их личная безопасность в коем мере не связана с их политической деятельностью, как депутатов областного совета. Здесь лучше задать вопрос, насколько они прилежны в том или ином бизнесе, которым занимаются. Если у них есть охрана, значит, наверное, им есть за что переживать. — Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию за, как всегда, откровенную беседу. Большое спасибо и я думаю, что еще раз пожелаем крепкого здоровья и побыстрее вернуться в строй Олегу Радковскому. — Спасибо большое. — Спасибо. Я напомню, что мы общались о том происшествии, которое вчера случилось в Одессе, нападение на Олега Радковского, первого заместителя председателя Одесского областного совета. Работали в прямом эфире. У нас в гостях был Анатолий Урбанский, председатель Одесского областного совета. Студию провел Константин Гречан. И оставайтесь на репортере. Продолжение следует...